Полная нестабильность газовых гидратов и зависимость стабильности газовых гидратов от температуры и давления. И это очень важно для геофизики коры, потому что изменение температуры и давления, они, разумеется, в геологических временах происходят. И когда мы видим признаки газовых гидратов, не отбор, а БСР, те, которые их, собственно, диагностируют, то нужно иметь все время в виду, что эти БСР тоже подвержены изменениям температуры и давления, что может сказаться на их положении. И дальше моя задача была, с точки зрения планетарной геофизики, это понять, как эти БСР, эти границы, как они могут сдвигаться. Это же строение земной коры, так что сдвиг БСР — это и показатель изменения строения в течение геологического времени. Значит, дальше вот это, где в настоящее время обнаружены газогидраты, причем газогидраты по БСР, то самое, по глубинным признакам, не поверхностное газовое измерение, а сизинка. Вот это вот достаточно много точек, как вы видите, тут практически все континентальные окраины засажены этими точками. Но я думаю, что в дальнейшем их будет гораздо больше, потому что все время делают новую сизинку и все время их обнаруживают. Вот справа — это пример вот этой самой сизинки и БСР, нижняя вот эта вот черта, маленькая, так, а он назовет на душе. Да-да-да-да, а это не работает, а вот работает, да. Вот это вот, вот эта штука — это и есть та самая БСР, которую обнаружил и по которой обычно геофизики определяют, что тут должны быть гидраты. Ну и всякие численные оценки по сизинке, опять же, показывают, что в осадках пассивных континентальных окраин их порядка 3-7%, а в активных разломах зон субдукции, то есть вот те места, которые мы обсуждали в предыдущих наших секциях, это окрестности Сахалина, окрестности Морчатки, там может быть до 18% и редко встречаются даже отдельные массивные скопления, ну то есть вот весом там килограмм и далее. И это очень важное обстоятельство, разница между БСР и количеством гидратов, наблюдаемых в пассивных континентальных окраинах и в активных. Простите, а вы сейчас про что говорите, про проценты? Это проценты распределения БСР по площади? Нет, нет, это проценты, тут написано, в осадках пассивных континентальных окраинах, аж гидрат, аж из концентрации гидратов. Да, они так оцениваются. Саш, можно вопросы после доклада? Нет, конечно, можно, я просто не понял, о чем вы говорите. Хорошо, дальше, дальше, поехали. Ой, значит, вот то, что я говорила про границу Пелесак, Боттамс-Молейтинг, это граница наличия газовых гидратов в осадках. Вот тут вот газ гидраты, предполагается, есть, а тут уже газ гидратов по термодинамике быть не может. И стабильность, то, что я уже говорила до слайдов, стабильность газовых гидратов зависит от температуры и давления, это всем известно. Но причина изменения положения БСР, это как раз изменение температуры или давления при поверхностной области, в которой находятся газ гидраты. И какие возможные причины бывают? Возможные причины это изменение температуры поверхности, то есть когда у нас идет глобальное потепление или похолодание, тут порядка градусов может меняться температура. И тогда эти работы, я докладывала на предыдущих докладах, там временная задержка, на самом деле, достаточно сильная при изменении температуры поверхности. Сначала вот тут вот начинаются перемены, но когда они доходят до БСР, достаточно длительные временные отрезки. А следующее изменение, которое могут более быстро изменить положение БСР, это изменение внешнего давления, поскольку зависит от температуры и давления. Изменение внешнего давления как может произойти? Может произойти без изменения в глубину моря, в трансгрессии и вегрессии. А кроме того, изменение давления, вот здесь вот, в форму давления давления флюида, поскольку гидрат когда образуется, он всегда генетически связан с флюидом. Но тогда можно изменить вот это вот давление здесь в среде изменением свойств, вмещающих среды осадков, которые будут создавать изменения ПТ-условий, именно потому что при разных свойствах осадков может меняться поровое давление, вот здесь вот, то есть давление насыщающего флюида. И этот очень важный аспект причины изменения глубины БСР, он, в общем, впервые рассматривается в литературе сейчас, поскольку раньше рассматривались изменения температуры или изменения глубины моря. Значит, ну вот тут вот показано на этой картинке, что действительно есть наблюдения, причем их становится все больше и больше. Изменение уровня БСР. Вот одна БСР, вот вторая БСР. Вот жалко, что нет баранов, он очень любит вот эти вот картинки с боевыми БСР. Вот эти две БСР, которые нам показывают, что изменение положения газодетратов произошло. Причем непонятно в какое время и непонятно как, то есть это первое или вот это первое. И поэтому для того, чтобы это прояснить, этот вопрос, можно сделать математическое моделирование с использованием геофизической информации, которая может быть естественненько получена, и изучить модельные сценарии для изменения этой БСР, ну и дальше приложить их к тем местам, в которых эти БСР двигаются. Ну и дальше, значит, это стандартная классическая картинка, которую кочуют тут вот из доклада в доклад. Вот это кривая стабильности, нет, это кривая стабильности, это температура среды, вот тут вот вода, тут осадки, вот, и газогидраты стабильны вот здесь. То есть если мы тут меняем давление, вот не такое, тут гидростатическое давление нарисовано. Если у нас давление здесь меняется, то, естественно, эта зона куда-то едет, туда или сюда. Ну и понятно, что если температура меняется, она тоже едет куда-то. Но вот самое главное, я буду говорить о изменении формы давления, поэтому если оно отходит от гидростатики, то есть давление у нас становится больше. У нас есть потенциальная возможность для сдвига БСР в более нижние отделы. Ну а это вот наблюдение, наложенное на ПТ-условия стабильности гидрата. Ну вот так вот оно выглядит. И вот эта вот теоретическая кривая для стабильности из термодинамики полученная, она очень хорошо соответствует найденным газогидратам подошвы, глубинам в лесах по скважинам и по измерениям. То есть в принципе вот эта вот кривая, она явно работает. Вот это вот там, где-то для... Ты зачем прорежешь? Похоже. Нет, ну это не ваше. Все отвечу потом. Это не моя картинка. Зачем я надо? Это Оля Зацепина картинка. Вопросы потом. Потом, ладно, я на все отвечу. Мне надо прорывать. Вот это картинка для чистой воды, это картинка для соленой воды. Так, поехали дальше. Так, хоть бы будет. Значит, дальше начинается математическое моделирование. Ну, оно достаточно тяжелое, как вы понимаете, поскольку здесь завязана и термодинамика, и геодинамика, и механика этой осадочной среды. Ну, и я скорость, быстро его расскажу, потому что главное, конечно, что получилось. Это условная схема, иллюстрирующая образование осадочного слоя в течение геологической истории осадок накопления. Это падают осадки, это идет уплотнение, это идет фильтрация периода, и идет погружение основания осадочного слоя. То есть мы исходим из условия равновесного осадка накопления, то есть у нас глубина либо уменьшается, либо такая же. Погружение происходит за счет уплотнения и за счет погружения основания осадочного слоя. Ну, и дальше идет вот та самая математика, которая все это описывает. Значит, то, что я перечислила. Вот это вот движение газонасыщенного флюида. Это вот сохранение непрерывности в сущности и для флюида, и для газа, и для газодидрата. Это образование газодидрата. Это реология. Принимается вязка упругой реологии, поскольку мы рассматриваем геологические времена, то тут обязательно должна быть вязка упругой реологии. И вот это вот типовая задача. Это важно, потому что здесь вот член, который касается газгидратов, ну, и член, который касается переноса флюида, и член, который касается уплотнения посадки. Все это вот в одном этом уравнении типопроводности тоже считается. Значит, ну, как требует гидродинамика, считается эта система. Это нелинейная система. Что важно, что это нелинейная система. Конференциальных уравнений в частных производных, а для нее существуют все эти специальные методы решения. И мы немножко еще модифицировали то, что было известно, поэтому решается она, в общем, относительно быстро, хотя это занимает, вот, со счет занимает, не менее часа, иногда и больше. Ну, считается она в безразмерном виде, то есть происходит шкалирование переменных, поскольку мы должны считать в безразмерном виде, то появляются масштабы, ну, это аналоги числа, числа Бринольса и так далее. Вот появляется масштаб длины, который связан с хорнициальностью осадков и с пористостью осадков, которые поступают на поверхность. Все это входит в масштаб длины. Понятно, что для уплотнения, вот, уплотнение осадков зависит и от их пористости, и от их хорнициальности, как быстро мы можем удалить флюид. Вот, это масштаб давления, он классический совершенно для того же Эль, вот, а это масштаб времени. И вот это очень важная величина, масштаб времени процесса, потому что у нас есть геологическое время, я буду рассматривать осадочные бассейны, которые сформировались там, ну, вот, порядка, там, двух миллионов лет. То есть это, это соответствует достаточно большим скоростям осадка накопления, что-то где-то здесь минус десятый метр в секунду. Вот, вот, но вот масштаб времени появляется безразмерный, который связан с вязкостью. То есть это, вязкость определяет свойства среды деформироваться, свойства среды уплотняться. И поэтому здесь вот в масштаб времени именно входит этот параметр, который нам отвечает за скорость уплотнения среды. Ну, и поскольку тут еще поэт, ну, немножко входит в гораздо меньшую степень проницаемость, оба эти параметры нам дают скорость уплотнения среды. А как вы видите из этих уравнений, скорость уплотнения среды, она абсолютно прямо влияет на скорость фильтрации. А скорость фильтрации, как мы видим, абсолютно прямо влияет на скорость гидравитации.